Мы продолжаем изучать главу Тулдот. На прошлых уроках мы изучали целую главу о пребывании Ицхака в Граве. Ицхак прибыл туда, к царю Авимелиху, царю Плештин или Филистинлян в русском синодальном переводе. Прибыл туда из-за голода. В принципе, он не собирался жить там, он направлялся в Египет, но Всевышний остановил его там, сказал ему, живи в этой стране, и несмотря на голод, я дам тебе благословение. Там Ицхак и остался. Поначалу его терпели, но в тот момент, когда это благословение стало реализоваться, и несмотря на неурожайный год, несмотря на засух и голод, у него вырос значительный урожай, и он стал богатеть на глазах, то поначалу это вызвало зависть, затем уже неприязнь, и в конечном итоге тот самый Авимелих, царь Авимелих, который раньше оказал ему гостеприимство, показал ему на дверь, потребовал от Ицхака, чтобы он покинул город. Ицхак ушел из Грара, поселился не так далеко от этого города, и вот там, вот в этих краях, где он поселился, откопал колодцы, которые раньше были выкопаны Аврамом, в дальнейшем они были засыпаны местными жителями, он их снова откапывает, у него появляется вода, а вода – это ключ к благосостоянию на Ближнем Востоке, и снова урожай, и снова благополучие, и снова богатство. И вот на этом самом месте мы обращаемся к тексту, сказано так. «И пришел к нему Авимелих из Грара со своей свитой, и фихол его военачальник». К Ицхаку прибывает серьезная делегация во главе с царем Авимелихом, и не просто, а выглядит как официальный визит, он идет из большой свиты, и даже его военачальник, начальник генштаба тоже с ним. И сказал им Ицхак, почему вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя? Чем объяснить этот визит? После того, как царь Авимелих вышвырнул Ицхака, он же теперь к нему собирается в гости. «Они сказали, мы видели, что Бог был с тобой, и поэтому подумали, да будет взаимная для нас клятва между нами и тобой, и заключим с тобой союз. Чтобы не ты нам не делал зла, как и мы не дотронулись до тебя, и как и мы делали тебе только добро, и отпустили тебя с миром. Ну, а ты теперь благословен Господом». И он сделал им пир, и они ели и пили. И встали они рано утром, и прилились друг к другу, и отпустил их Ицхак, и они пошли от него с мир. Харамбан задает здесь вопрос, как вообще понять эту речь Авимелиха? Он предлагает Ицхаку союз, предлагает ему сейчас проклясться, заключить с ним союзный договор, и смысл его в том, чтобы ты не сделал нам зла, подобно тому, как мы тебе не сделали зла, мы с тобой обращались самым наилучшим образом. А какие основания для подобного опасения ж? Авимелих побаивается Ицхака, что тот ему причинит зло. В конечном итоге, это союз совершенно непропорциональный, союз между государством и между частным лицом. Конечно, это не государство в понимании современного. Государство, с которым мы имеем дело в древности тогда, так как это описывает Тор, это видно совершенно, что речь идёт о городах государства. В книге Иошуа упоминается более 30 царей, которых еврейский народ покорил в ходе завоевания страны Израиля. Это значит, что в каждом городе был свой царь. Город – государство. Конечно, это мизерные государства, но всё-таки это всё при том. Это государство с армией, с военачальником, с царём. Всё как надо. И это государство боится частного лица, что он им наделает каких-нибудь гадостей. Как это вообще понять? В общем, нужно сказать, что это не первый подобного рода союз. Ведь на самом-то деле самый первый союз, самый первый такого рода договор между Плештин, филистимлянами был между ними и между Авраамом. Так что договор такой, прецедент уже был. Был уже такой договор. И говорит Рамбан, Авимелик здесь думает не о ближайшем будущем, а о том, что будет в дальнейшем. А именно, не будет ли в конечном итоге так, что когда от Ицхака произойдёт уже большой народ, и в дальнейшем, быть может, его потомство захочет притеснять или даже вытеснять Плештин из этой земли. И правда, был ведь договор раньше, был договор ещё и с Авраамом. Это верно. Но ведь сам Авимелик, так что называется, знает кошка, чует кошка, чьё мясо съела. Авимелик же знает, что он сам нарушил этот договор. Он сам своего бывшего союзника Ицхака, сам он его выжвернул, сам его припроводил, заставил его покинуть 24 часа пределы его города. Поэтому вполне можно опасаться, что, конечно, не Ицхак, а в дальнейшем, может быть, его потомство в дальнейшем каким-то образом может принести зло потомству Авимелих. Так пишет Рамбан. Понятно, что в рамках этого заключения союза должно быть принесение извинений за то, что было причинено Ицхаку. Ну, если мы внимательно смотрим по тексту, то вообще трудно найти здесь выражение сожаления или принесение извинений. Но это уже другой разговор. Всё-таки, что же толкает Авимелиха на заключение союза с Авраамом? В переводе Торы на арамейский язык есть несколько переводов. Есть перевод Онкилус, а есть перевод Йонатан бен Усиэль. Так вот, там сказано так. Этот перевод, он просто переводит буквально текст, а он ещё и расширяет, добавляя, так что это нечто среднее между переводом и комментарием, такой расширенный перевод. Так вот, там Йонатан добавляет следующую вещь, что когда Ицхак ушёл из Грара по требованию Авимелиха, то очень скоро жители Грара стали замечать, что их колодцы высухают, их деревья погибают, они не оплодоносят, урожаи идут на смаку. Всё просто засохло и зачахло. И настолько им было очевидно, что благословение, что благополучие, которое было раньше, оно было связано с Ицхаком. И как только он ушёл, всё это зачахло, то тут они поняли, что они совершили большую ошибку. Поэтому было желание помириться, примириться с Ицхаком. Ну и как примириться? Снова, пожалуй, самый простой и самый верный путь – это прийти к нему и сказать, что мы очень сожалеем, мы были неправы, и ты нас прости. Но в тексте это не видно. Я хочу прочитать это ещё раз. Они сказали, мы видели, чтобы Бог был с тобой. Это то, что и объясняет Йонатан, каким образом они видели, чтобы Бог был с тобой. Потому что в тот момент, когда Ицхак ушёл, то у них всё засохло. И тогда мы подумали, да будет взаимное для нас клятво между нами и между тобою, и заключим мы с тобой союз. Чтобы ты не делал нам зла, как мы не дотронулись до тебя, и как мы сделали тебе, только хорошо и отпустили тебя с миром. То есть вместо того, чтобы высказать своё сожаление и принести извинения, вместо этого Авемеля говорит наоборот. Мы вообще не принесли тебе никакого слова, наоборот. Мы с тобой поступили исключительно гуманно. Как сказано, как мы не дотронулись до тебя, как мы тебе сделали только и добро. Что с добро они сделали? Потому что не дотронулись. И в самом простом понимании означает это вот что. По идее мы могли бы тебе принести, сделать тебе зло, могли бы и причинить тебе зло. Ведь мы же этого не сделали. А могли бы, если мы этого не сделали, то вот наша заслуга, за это ты должен быть вам благодарен. То есть тот самый факт, что мы могли тебе сделать зло, а не сделали тебе зло, вот за это уже мы заслужим и благодарность. Это вообще потрясающий, конечно, подход. Некоторые комментаторы говорят здесь так, что Бейталеви пишет следующим образом. Сказано ведь раньше, что Плештим стали завидовать ему. Что имеется в виду? Имеется в виду, что простонародие, они завидовали Ицхаку, и поэтому власти обставили вот эту вот депортацию Ицхака как заботу о его благосостоянии, его благополучии, его безопасности. Они пришли к нему сейчас и говорят, смотри, то, что мы тебя выпроводили, это же на самом деле было на твое благо. Мы тебе сделали только добро. В чем за добро? Что тебя никто не тронул. Если бы мы тебя тогда не выпроводили, то мы не смогли бы защитить тебя от взрыва народного гнева. Черна могла бы просто устроить погром, и тогда мы были бы просто бессильны тебя защитить. Поэтому ты должен быть нам благодарен за то, что мы тебя выставили, за то, что мы тебя выгнали. Это была просто мера твоей защиты, твою же пользу ради твоей безопасности. Снова трудно не услышать в словах Бейталеви современные ему мотивы. Он живет в конце XIX века, когда происходит выселение. На его глазах выселение евреев из центральных губерний в черту осёдлости. И всё это, как всегда, проходит под лозунгом заботы о безопасности населения. Дальше сказано, что Цхак принимает их предложение. Сделал он импирь, и они поели и попили, и встали рано утром и поклялись друг к другу. А нациев в своём комментарии на Тору, кстати, он живёт в то же самое время. Он и Бейталеви, они жили практически в то же самое время, более того, они руководили вместе Воложинской и Шивой. Он замечает здесь, что вот этот образ поведения – это для нас пример. Именно так ведут себя праведные люди. Хотя, конечно, у человека, который видит подобного рода поведение со стороны Авимелиха, который своё, совершенно свинское по отношению к Ицхаку поведение, сейчас выставляет лицемерно, выставляет и демагогично выставляет это как заботу об Ицхаке, и вообще мы тебе сделали только самым лучшим образом с тобой обращались, и никто тебя не тронул, то понятно, очень хочется сказать, знаете что, пошли мы подальше, дело с вами иметь не хочу. Чего подобного? Он тут же принимает их, мусраивает им пир, мусраивает им поесть, попить, принимает их мир, так пишет анацит, именно так ведут себя праведники. Готовы помириться при любом, при самом минимальном шаге навстречу, они готовы примириться и не держат злобу, не принимают, не приемлют они лозунгов, которые модны в современности, никогда не забудем и никогда не простим и ничего подобного. И прости, и забудем, и главное – жить в мире. Дальше сказано, и было в тот же день, пришли рабы Ицхака и возвестили его о колодце, который они выкопали, и сказали ему, вы нашли воду. И назвал он его Шива. Шива – от слова швуа, то есть клятва. Поэтому имя тому городу Бер-Шева до сего дня. И здесь есть некоторая проблема. Вроде бы город Бер-Шева был уже основан во времена, по крайней мере, он получил это имя Бер-Шева уже во времена Авраама. Тогда тоже была клятва снова между Авраамом и между царем Плештима в Мелехам. И вроде уж тогда получается это место Бер-Шева, так написано в Торе. Очевидно, нужно сказать, что произошло здесь нечто подобное тому, что описывается и в предыдущей главе, а именно, что действительно колодец этот был там, Бер-Колодец, Шева – от слова швуа, то есть клятва. Колодец он там был, и он был выкопан. Но поскольку его в дальнейшем местные жители засыпали землей, теперь его вырыли заново, и теперь снова возвращает Ицхак то имя, которое было во времена Авраама, он возвращает его на прежнее место. Этот колодец снова называют тем именем, которое дал ему Авраам. Читаю дальше. «И было Исаву сорок лет, и взял он жену Иудит, дочь Бе-Эйри Хитийца, и Басмат, дочь Эйлона Хитийца. И они были душевным огорчением для Ицхака и для Ривки». Прежде всего обращает на себя внимание то, что Исав женится на женщинах по происхождению, они от хитийцев, они дочери хитийцев, то есть это один из семи народов, который населял тогда страну Израиля. И мы хорошо помним, что сам Ицхак, он женился на Ривке, которую нашли ему, это сватовство заняло много времени, поскольку ему искали невесту подальше, подальше от местных, ни в коем случае не брать невесту от местных, и пришлось рабу Авраама и Лезеру ехать аж впада на Рам в Междуречье для того, чтобы найти невесту Ицхаку. Вот это вот строгое очень отношение Авраама и строгое его ограничение, чтобы ни в коем случае не брать в жены девушек из местных семей, мы видим, что для Исава оно уже не важно. Он женится, причем успевает жениться дважды, и обе его жены – они дочери хитийцев. Это первое. Ну и были они душевным огорчением для Ицхака и для Ривки. Вполне можно себе представить, не случайно Авраам так не хотел, чтобы его сын женился на подобной женщине. Здесь есть еще одна деталь. И было Исаву 40 лет. Для чего Тора подчеркивает, что ему было 40 лет, Раши обращает внимание на то, что именно в этом возрасте женился и сам Ицхак. И пишет Раши так. «Исава можно сравнить с кабаном, который ложась выставляет свои раздвоенные копыта». Как бы говоря, смотрите, я кошерное, чистое животное. Здесь есть наблюдение, каждый может посмотреть, как садятся или ложатся различные животные. Скажем, для сравнения, герблюд, когда он садится, он садится на колени и прячет ноги под себя, свинья же наоборот, когда она ложится, то она выставляет свои ножки вперед. И это не случайно. Свинья – это животное, которое обладает… Есть у нас известно в Аллахе, для того, чтобы животное, мясо какого-то животного попало на еврейский стол, животное должно обладать двумя признаками кошерности. Первый признак – это признак внутренний, а именно, это как минимум двухкамерный желудок, при котором происходит пережевывание жвачки и её возвращение снова в пищевод для второго круга переваривания. Это первое. Пережевывание жвачки – раз. И второй признак – это уже признак внешний, а именно расщеплённая, раздвоенная копыта. Два признака обязательно. Такие животные, которые обладают двумя признаками, наиболее известные, те, которые в основном-то являлись всегда пищей для евреев – это корова, коза и овца. Что касается свиньи, то у неё есть только один признак, и признак именно внешний. Её копыта раздвоенная, очевидно, ещё более раздвоенная, чем у многих других животных. Но внутреннего признака кошерности у неё нет. Двухкамерного желудка нет, жвачку она не жует, поэтому животное это, как известно, не кошерно. Но вместе с тем и всегда в результате вот этой привычки именно всем демонстрировать, показывать свои раздвоенные копытца, именно поэтому свинья всегда в еврейском фольклоре была символом лицемерия, символом двуличия. И не случайно Эйсав, который и предстаёт в нашей традиции именно как вот такой двуличный хитрый человек, то он здесь получает вот именно вот этот вот символ, его сравнивают с кабаном, со свиньей. А именно для того, чтобы подчеркнуть, насколько этот человек благочестив внешне и насколько он мерзавец на самом деле. Эйсава можно сравнить с кабаном, который, ложась, выставляет свои раздвоенные копытца, как бы говоря, вот смотрите, я кошерное животное. Так и эти, имеется в виду Эйсава и его сыновья, когда наши мудрецы, Рашиде, цитируют в предании наших мудрецов, а мудрецы, говоря об Эйсаве, они всё время актуализируют этот образ, поскольку, об этом не раз говорилось для наших мудрецов, Эйсав, Эйдон, он всегда ассоциируется с Римской империей, с римлянами, которые тогда, во времена мудрецов, управляли ими. Так вот так и эти, имеется в виду сыны Эйсава, то есть римляне. Они грабят, притесняют, насилуют, но при всём при том делают вид, что они очень праведны. Это, в общем-то, был действительно образ Римской империи, в которой это было первое государство, основанное на законе, порядочное государство, но за всем этим стояло, безусловно, прежде всего, желание наживаться, желание грабить, желание притеснять других. Так на протяжении 40 лет своей жизни Эйсав сманивал чужих жён и бесчестил их. Эйсав, безусловно, вовсе не был монахом, более того, был человеком развратным. Но вот, добравшись до возраста 40, дожив до возраста 40 лет, он теперь остепеняется, и теперь он объявляет, как мой папа женился в возрасте 40, я тоже собираюсь теперь жениться. Ну, и женится он тоже, как мы сказали, на дочерях хитийцев, что, безусловно, было не по душе его родителям. Но то, что сказано дальше, и они были душевным ограничением для Ицхака и для Ривки, Раши здесь подчёркивает другое, не то, что они были дочерями хитийцев, а по их поведению, в чём дело, потому что они продолжали то, что для них было, естественно, в домах их, а именно идолослужение, это они продолжали, будучи уже жёнами Эйсава тоже. И это, безусловно, очень огорчало, то есть их поведение очень сильно огорчало мать и отца Эйсава. Читаем дальше по тексту. «И было, когда Эйсхак состарился и притупилось его зрение, и призвал он Эйсава, своего старшего сына, и сказал ему сыну, и тот сказал, вот я, и сказал он, вот я уже состарился, не знаю дня моего смерти. Возьми же теперь свои орудия, свой колчан и лук, выйди в поле, налови мне дичи, и приготовь мне кушание, которое я люблю, и принеси мне, и буду я есть, чтобы благословить тебя, прежде чем умру». Ривка же слышала, как Эйсхак говорил своему сыну Эйсаву, и пошёл Эйсав в поле ловить дичь, принести. Масса вопросов возникает здесь в этом отрывке. Почему вообще собрался Эйсхак благословлять Эйсава? Мы не видели, чтобы перед смертью Авраам благословил его самого Эйсхака. Такого не было. Откуда же он взял эту необходимость? Второе. Почему он собрался умирать? На самом деле жизни в нём было ещё на 60 лет. Ведь к тому времени, если посчитать, посмотреть по тексту Туру, то Эйсхаку было тогда 123 года, а прожил он на самом деле куда больше. Почему же он собирается умирать? Не рано ли это ему? Ну и, наконец, если уж благословлять, то почему он выбирает именно Эйсава? Казалось бы, Яков более подходящий для благословения. Почему Эйсава? Раши, прежде чем отвечать на наши вопросы, Раши занимается здесь и другим вопросом. То, что тут сказано, притупилось его зрение. Почему притупилось его зрение? Ну, может быть, коментант, только тут скажет просто что он, что вы хотите, человек пожилой, старый. Он же говорит о том, что он «я не знаю о дня моего смерти», т.е. он собирается, благословляется и на предсмертную. Наверное, он старый. Вот поэтому он и ослеп. Разве не бывает, что люди очень пожилые, у них сильно ухудшается зрение? В наше время, конечно, все ходят с очками, но в те времена очков не было, и Раши не приемлет этого ответа, потому что, как мне сказали, если посчитать внимательно, ему было тогда 123 года, а прожил он около 180 лет. Это значит, что тогда он еще даже 2-3 жизни не прожил. Это все равно, как в наше время человек возраст 50-55 лет. Так если человек в возрасте 50-55 лет, он уже теряет зрение, это уже совсем ненормальное возрастное явление, безусловно, нет. Что-то здесь случается. Почему? Начинает Раши искать причины. Ну, где можно искать причины? Из того, что Тора говорит, значит, из контекста, а именно, что было сказано, либо из того, что было сказано раньше, либо из того, что сказано в дальнейшем. Поэтому пишет Раши так. И притупило зрение от дыма этих, т.е. от воскурения идолом, то, что сказано было раньше, как раньше Раши объяснил, что жены Эйсава приносили огорчение Ицхаку тем, что они воскуряли идолом. Так вот, от дыма этих воскурений, совершаемых женами Эйсава, вот от этого дыма и испортилось зрение. Другое объяснение. Когда он был связан, когда Ицхак был связан на жертвеннике, здесь Раши вспоминает жертвоприношение Ицхака, испытание, которое должен был пройти Авраам, когда Всевышний повелел ему принести в жертву Ицхака на горе Мурья. Авраам пришел на эту гору, построил там жертвенник и связал Ицхака. Вот в это самое время, когда он был связан на жертвеннике, и отец собирался его заколоть, небеса разверзлись, и ангелы-служители смотрели и плакали, и слезы катились из их глаз и падали в глаза Ицхака. Вот поэтому и помутились его глаза. Наконец, третье объяснение для того, чтобы Яков получил благословение. Начнем разбираться. Что же здесь сказано? Можно ли понять буквально то, что пишет Раша? По крайней мере, с первыми двумя объяснениями очень сложно. Сказать от того, что были воскурения, такой шел дым столбом, что от этого дыма, дым, конечно, он выедает глаза, но чтобы от этого дыма, воскурения, от этого попортилось зрение, дело не в этом. Ввиду, что поскольку уже, имеется в виду вот что, поскольку в доме уже оказалось идолопоклонство, и воспрепятствовать этому не смогли, то сам факт нахождения идолопоклонства в доме приводит к тому, в доме сына имеется в виду, у самых близких родственников, он же приводит к тому, что Ицхак не видит того, что надо было бы увидеть. Другое объяснение тоже, как понять это буквально, что жгучие слезы ангелов выжгли Ицхаку глаза, ангелы, они нематериальны, поэтому ни жгучих, ни соленых, никаких других слез, которые могут повлиять на зрение у него. Кроме того, если бы они ему тогда выжгли глаза, то, по идее, должно было бы случиться с Ицхаком в возрасте 37 лет, а не суда 23 лет, прошло где-то 90 почти лет, 80 с лишним лет с тех пор, как это произошло. Как тогда это понять? Что имеется в виду? Может быть, как из возможных аллегорических объяснений этого комментария Раши, можно сказать так. Ицхак был человеком, который побывал на жертвенке. В принципе, с точки зрения намерений его и его отца мертвоприношения, оно свершилось. Всевышний остановил его в последний момент и сказал не трогать, не заноси свою руку на сына и ничего ему не делай. Но с точки зрения готовности и способности Ицхак это сделал. Человек, который поднялся на такую высоту, он в принципе всю свою жизнь, он в какой-то степени остался на этом жертвеннике. Мы видим в дальнейшем, в начале урока мы упомянули, что Ицхак направлялся в Египет во время голода и Всевышний его остановил, не позволил ему идти в Египет. Хотя отец его Авраам, когда был голод, делал именно это, отправился в Египет, поскольку Египет был тогда наиболее богатым с точки зрения хлеба с местом на земле. Почему же Ицхаку этого было не позволено? Приводит там раньше. Всевышний ему сказал, ты имеешь статус непорочной жертвы, поэтому тебе жить за пределами святой земли не гоже. Точно так же, как жертвы не выходят за пределы, за стены храма, точно так же и ты не можешь выходить и не должен выходить за пределы страны Израиля. То есть он в этом состоянии непорочной жертвы, в состоянии человека, который, в общем-то, уже отдал свою жизнь, он так и продолжает жить, для такого человека его, поэтому зрение, его восприятие мира, оно идеальное, оно духовное. Поэтому то, что происходит вокруг него, те вещи, те материальные вещи, которые нужно воспринимать, используя свои глаза, используя свое зрение, вот здесь у него есть притупление зрения, он этого не видит, потому что он, в общем-то, живет уже одной ногой совершенно в другом мире. Это вовсе не зависит от возраста, это факт. Ну, а последнее, третье объяснение. Все это случилось для того, если первое объяснение говорили, почему это было, а третье объяснение для того, чтобы Яков получил благословление. Что имеется в виду? Поскольку мы видим, что Ицхак собрался, а это связано с одним из вопросов, которые мы задали, почему он решил благословлять именно Исава? Пока что неважно, в чем была причина того и почему он так решил, но это факт. Он собирался благословлять Исава. Исава, а его жена Ривка, как мы это увидим в дальнейшем, делает все усилия для того, чтобы Браха не попала к Исаву, для того, чтобы благословение было дано Якову, и для этого используется маскарад. Понятно, что если бы у Ицхака было нормальное зрение, то никакой маскарад бы здесь не помог, и когда Яков отправился к своему отцу, к Ицхаку под личиной Исава, то он был бы тут же разоблачен, но именно благодаря тому, что зрение у Ицхака очень сильно ослабело, только благодаря этому маскарад удался, и Яков получил благословение вместо Исава. Получается по этому объяснению, что Всевышний отнял зрение у Ицхака для того, чтобы Яков получил благословение, что довольно странно, как это понять. Если Всевышнему хотелось бы, чтобы Яков получил благословение, а по какой-то причине Ицхак хотел дать, может, по ошибке, наверное, хотел дать благословение Исаву, так можно же было просто как-то раскрыть, наоборот, раскрыть Ицхаку глаза на действительность, дать ему возможность, Всевышний мог бы дать ему возможность понять, что, наверное, он не прав, что те аргументы и те доводы, которые привели его к его решению, они неверны. Вместо этого Всевышний делает всё совершенно... Иначе он, наоборот, отнимает у него его физическое зрение для того, чтобы Яков обманным образом при помощи маскарада получил благословение. Это то, что Всевышний хочет, в этом идея. Как это тогда вообще понимать? Это тяжёлый вопрос. И для ответа на него придётся проучить всю главу, и не сразу мы придём к ответу на этот вопрос, мне на этом уроке точно может быть в конце следующего. Пока что к более простому вопросу. Мы спросили, почему вдруг Ицхак собрался помирать и стал говорить о смерти, чтобы благословить перед смертью, он ещё по понятиям того времени совсем не старый человек. Раши приводит здесь объяснение из Талмудра. Абьюшо бен Корха говорил, что когда человек достигает возраста своих родителей, то есть возраста, в котором умерли его родители, то у него есть основания беспокоиться. Известно, любая страховая компания, которая даёт человеку страховку жизни, в анкете это один из первых вопросов, они просят указать продолжительность жизни родителей. Безусловно, это влияет, есть наследственность, это влияет на продолжительность жизни детей, но только родители у человека бывают разные, и продолжительность их жизни тоже разная. Так вот, здесь это то, что говорит Рабьюшо бен Корха, что человек в тот момент, когда он выходит в возрастную категорию, близкую к тому возрасту, в котором умерли его родители, имеет смысл ему побеспокоиться и приготовить всё на случай, что он тоже свою жизнь окончит. Каким образом он это определяет? Пять лет, сколько времени беспокоиться? Пять лет до этого и пять лет после этого срока. Ицхак уже было тогда 123 года, и он сказал, быть может, мне суждено достичь лишь возраста моей матери, а она умерла в 127 лет. Сара умерла достаточно рано, ей было всего 127 лет, когда она умерла, поэтому, достигнув возраста 123 лет, Ицхак стал беспокоиться, не исключено, пусть это не возраст, далёкий от старости, но поскольку мать умерла, будучи достаточно молодой относительно того времени, то и ему следует сейчас побеспокоиться о завещании. И тогда, мне останется всего лишь пять лет до её возраста, поэтому он и сказал, я не знаю дня моей смерти. Почему? Потому что, не знаю, либо я достигну возраста только своей матери или своего отца. Отец прожил 175 лет, поэтому Ицхак здесь и не знает, какой он категории принадлежит, чьи гены здесь окажутся более доминантными, либо гены матери, либо гены отца. Ну и ещё один вопрос, это вопрос, который задаёт Абарбанель. Хорошо, Ицхак не знает, когда он умрёт, он беспокоится, может быть, сейчас это случится с ним так же, как случилось с его матерью, поэтому он собирается благословлять. А кто сказал, что вообще нужно благословлять? И если это нужно, то почему тогда Аврам это не сделал? Что он здесь делал? Ну и пришло задать дополнительное время. А что это вообще за благословение? Что здесь имеется в виду, что это за штука такая? Браха. Ответ самого Абарбанеля, он вот какой. Заранее скажем, мне все комментаторы с ним согласны. Попишет он следующую вещь. С того момента, как Всевышний заключил союз с Авраамом. И союз состоял прежде всего в том, что от Авраама должен был произойти еврейский народ, избранный народ. Ему будет дана наследство страна Израиля, святая земля. То понятно, что в каждом поколении тот, кто представляет собой главу народа, еще не образовавшегося, по крайней мере, главу семьи, главу клана, он должен, в общем-то это его обязанность, постараться найти себе преемника, то есть назначить своего наследника, который займет его место как союзник Всевышнего в этом мире. Почему же тогда Авраам этого не сделал? Да потому что сам Всевышний сделал это за него. А именно, у Авраама было два сына, Ишмаэль и Ицхак. И в результате событий, которые произошли в семье, Всевышний поддержал требования цары удалить Ишмаэля, отослать его, и тем самым выбор был сделан. Авраам подчинился, он удалил Ишмаэля, и тем самым выбор преемника, выбор наследника, в общем-то, совершился уже давно. Поэтому здесь не было вот этого благословления, то есть получается по Абербанелю, что само это благословение, это как бы передача эстафеты следующему поколению, назначение преемника, и Авраам этого не сделал, поскольку ситуация была такая, что Всевышний сам это сделал. Сейчас Ицхак находится в другой странной ситуации, у него два сына, и он должен выбрать одного из них и назначить своим преемником. Почему браху не дать обоим сразу? А то почему бы, чем плохо дать обоим? Потому что Барбанель так понимал Яков, что всегда в подобного рода ситуациях оказывается так, что эстафета передается прежде всего одному, который является главным, а все остальные по отношению к нему второстепенные. Это очень напоминает то, что написал Рабиуда, Леви в книге Кузари о преемственности поколения, когда он говорит, что в каждом поколении всегда был один, который являл собой сердцевину, а все остальные были по отношению к нему как кожура. Мы можем взять пример, который он использует здесь, самый простой – дерево. Дерево тоже как бы заботится о преемственности, о следующем поколении, поэтому у него есть плоды. Что представляет собой плод? Прежде всего, есть сердцевина, зернышко, в котором записана вся информация о будущем дереве, которое вырастет. Но вокруг этого зерна есть и мякоть, есть энергетические запасти, есть и кожура, есть и скорлупа, и так далее. Так и в каждом семействе, когда происходит переход поколений, всегда в любом поколении, как это показывает Тора, один из сыновей был главным, то есть все сосредотачивалось прежде всего в нем. Он был зерном, он был сердцевиной, а остальные были вокруг него, они были второстепенные, служебными по отношению к нему, они были мякотью, они были скорлупой, кожурой. Так же понял Ицхак и здесь. Ему необходимо разрешить здесь этот вопрос. Как? Кого назначить? Ну и здесь, конечно, возникает этот вопрос. А почему же он решил выбрать ей сама? В чем здесь было дело? На первый взгляд, если действительно он ищет себе преемника, наследника, казалось бы, есть более достойный Иаков. Почему Иса? Усилим этот вопрос? Ведь на самом деле, когда, еще до того, как сыновья родились, когда Ривка отправилась к пророку спрашивать, как объяснить очень странные явления, которые происходили с ней во время беременности, то она получила от пророка следующее описание. Он раскрыл ей, что в шлеве ее двое, близнецы. Они совершенно не могут ужиться вместе. И в конечном итоге, что означает, старший будет служить младшим. То есть, в словах пророка уже есть эта иерархия. Старший. Кто имеется в виду старший? Старший из близнецов. Имеется в виду тот, кто родится первым. Хотя он родится первым, он выйдет первым. Но он должен быть второстепенным. А кто сердцевина? Младший. Так что выйдет вторым. И если так, поскольку Иса родился первым, а Ицхак, а Яков, простите, родился вторым, вроде бы все уже решено. Так почему же Ицхак, решая сейчас вопрос о том, кого он назначил своим преемником, не руководствуется этим пророчеством? Самый очевидный ответ на этот вопрос, он просто о нем ничего не знал, об этом пророчестве. Ривка скрыла от него это пророчество. Ничего он о нем не знал. Вопрос, который тянет с собой другого, а почему она тогда скрыла? Некоторые комментаторы, Рамбан, например, пишет, а она боялась, что муж разозлится в нее. Ибо пошла она тогда к пророку без ведома мужа. Что снова вопрос, а почему она пошла без ведома мужа? И прежде всего она тогда боялась, не хотела, чтобы муж знал об этих проблемах. И кроме того, поскольку муж сам ее был пророк, то есть был сам человеком, который имел контакт со Всевышним, то здесь могла возникнуть, по крайней мере, ситуация была тонкая, отправляться к другому пророку в тот момент, когда сам муж, не только муж, но и свекр тоже пророк, что-то было не так-то просто. А, кстати, можно посмотреть на это из другой стороны. Быть может, Ривка не сказала ничего об этом, не потому, что она боялась признаться, что отправилась тогда пророку узнавать, что с ней происходит, а просто потому, что она считала, поскольку муж ее сам пророк, и он сам находится в контакте со Всевышним, так что она, куда ей прибавить в счет свои пять копеек и тоже рассказывать о том, что ей пророк сказал. Муж наверняка сам это знает. И еще одно объяснение мы находим у Анациева. Анациев напоминает нам, как произошла самая первая встреча между Ицхаком и Ривкой. Когда Элиезов, раб Авраама, вел Фёс Ривку, она сидела на верблюде, и, проходя по полю, вдруг они увидели приближавшегося, они увидели человека, который стоял один в поле, и стоял довольно какой-то, довольно это было странно, человек, который находится в поле, а он в это время попросту молился. И вид его во время молитвы был настолько, настолько потряс Ривку, которая ничего подобного никогда, и никого подобного никогда не видела, что она чуть не упала с верблюда. тот страх, который нагнала на неё эта самая первая встреча, это первое, самое впечатление будущего мужа, было настолько неизгладимое, что она всю свою жизнь прожила в страхе перед ним. Она понимала, немножко связанное с тем, что мы говорили раньше. Это был человек, который был на жертвеннике, это был человек, который, в общем-то, не очень-то жил в этом мире. Это был человек, который жил одной ногой совершенно в мире ином, совершенно духовный человек, и перед этим человеком она испытывала невероятный трепетный страх. Поэтому и боялась ему сказать, что она отправляется к пророку. Поэтому, когда она уже ослышала от пророка, каким образом будут строиться взаимоотношения между сыновьями, она побоялась ему об этом сказать, и тем самым Ицхак остался здесь, не имея никакого руководства свыше, и понял, что он должен каким-то образом решить этот вопрос и выбрать своего приемника. Это линия, которую ведет Абарбанель. Мне все с этим согласны. Вопрос здесь принципиальный, кардинальный. Что это за браха, о которой сейчас говорит Ицхак? Приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне, и буду есть, чтобы благословить тебя, прежде чем я умру. Что это за благословение? Обычно вообще, когда мы говорим о благословении, упомянутом в Торе, то имеется в виду любое благословение, с точки зрения просто значения слова, я не говорю сейчас о слове в русском языке, которое происходит от благих слов, имею в виду сейчас понятие слова браха. Браха в языке Торе означает всегда расширение, рост, благосостояние. Всегда связано с ростом и с расширением, увеличением. Так обычно, обычно имеется в виду, что растет, что увеличивается? Благосостояние. Поэтому, на первый взгляд, если это браха, то имеется в виду удача, обещание здесь, только обещание, а и влияние на то, чтобы была удача, чтобы было благосостояние, чтобы было богатство. Да и если мы прочитаем сам текст, какую же браху в конечном итоге дает Ицхак? Вот там, как сказано. И сказал он, поднеси мне, я поем от дичи моего сына, чтобы благословить тебя. И тот понес ему, и он ел, и принес ему вина и пить. И сказал ему Ицхак, его отец, подойди же, поцелуй меня, сын мой. И тот подошел и поцеловал ему. Какую же он браху получает? Да даст тебе Бог от росы небесной и от жирности земли и множества хлеба и вина. Будут служить тебе народы и поклонятся тебе племена. Будешь господином над братьями твоими и поклонятся тебе сыны твоей матерь, проклинающие тебя, проклятые, благословляющие тебя, благословенные. Где здесь назначение приемных? Где здесь речь идет о духовном наследии Авраама, о том, чтобы быть союзником Всевышнего в этом мире? Где здесь? Чего этого здесь близко? Все, что здесь есть, роса, земля, жирность земли, урожай, хлеб, вино, народу тебе будут служить, поклоняться тебе будут. Благослови. Вот о чем речь. Совершенно материальная вещь. Более того, более того, если браха, которую собирается давать Ицхак перед смертью Исау, это вот та браха, которую мы сейчас прочитаем, роса, жирность земли, урожай, хлеб, вино, то в дальнейшем уже после того, как закончились все эти драматические события и после того, как Якову удалось похитить благословение Исау, уже после всего этого, Ицхак вызывает себе Якова и отправляет его, подобно тому, как в свое время отправились для того, чтобы найти ему невесту, также он отправляет своего сына Якова, отправляет его сейчас на поиски невесты в Междуречье. И сказано там так. И призвал Ицхак Якова и благословил его, и заповедовал ему, сказав ему, не бери жены из дочерей Кнаанских. Точно так же, как Авраам заповедовал в свое время Ицхаку. И то, чего не сделал в свое время Исаав Якову, сейчас это строго-настрого напоминается. Не бери жены из дочерей Кнаанских. Встань, пойди и впада на Рам Междуречье, в дом Бетуэля отца твоей матери. Бетуэля к тому времени уже в живых нет, но зато его сын, то есть брат матери Лаван жив. И возьми себе оттуда жену из дочерей Лавана, брата матери твоей. И Бог всемогущий благословит тебя, да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. И даст он тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобой, чтобы тебе наследовать эту землю. Вот где речь идет про благословение Авраама. Что такое благословение Авраама, Беркат Авраама? Это означает быть наследником Авраама, получить эстафету от Авраама через Ицхака, и получается здесь Яков, и здесь нет никакого маскарада, и Яков не думает, что перед ним сейчас Ицап, он вызывает Якова, он знает, что это Ицап, и ему он дает это благословение. Ты будешь наследником, ты будешь продолжателем дела Авраама, конечно, ты, а не Ицап. И тебе будет дана земля, земля кнаанская, святая земля, тебе и твоему потомству. Поэтому целый ряд комментаторов не согласны с Барбанелем, с тем, что я сказал раньше, а ты мне Барбанелем, что подобного, браха, о которой речь здесь идет, она исключительно материальная, речь идет просто о благословении, которое поможет сыновьям в материальном плане, даст им благосостояние и все, что с этим связано. По мнению этих комментаторов, с одной стороны, предыдущий вопрос, который мы задали, он уже не такой острый, мы задали вопрос, как же так, почему Ицхак хочет дать благословение именно Исаву, разве нет более подходящего прецедента, казалось бы, нужно назначить Якова, но если речь не идет о назначении преемника, если речь идет всего лишь о благосостоянии, совершенно все нормально, почему бы Исаву не дать благосостояние, ничего страшного, ничего плохого в том, по крайней мере, с точки зрения Ицхака, в том, что он даст благословение материальное и обеспечит благосостояние, Исаву, ничего плохого в этом нет. Другой вопрос, если так, то мы возвращаемся к вопросу, который поднял самому барбанель, а почему тогда не двоим, почему нужно благословить только одного, а не двоих, если речь идет здесь о материальном благословении, тогда и все дай обоим, почему Исаву, почему не Якову, почему Якову нужно получать это обманным путем, почему он должен устраивать маскарад, почему он должен, пусть бы отец дал броку всем, как любой отец сегодня, который заботится, есть у него много детей, он заботится о благосостоянии всех детей, только одного, одному он даст все, а всем остальным ничего, чего, а все остальные выбираетесь? Странно. В этом-то прежде всего и было, очевидно, это одно из главных соображений, по которым Абарбанель и другие, Рамбан в том числе, пишут, что речь шла именно о выборе преемника, поэтому из двух нужно выбрать кого-то, одного. А если бы речь шла просто о материальном благосостоянии, тогда вроде бы и двух. Что же скажут комментаторы, которые, опираясь на текст, показывают и подчеркивают, что речь идет исключительно о материальном благе? Почему тогда не давать якобы материального блага? Есть целый ряд объяснений. Одни говорят, что Ицхак хотел сделать некоторое такое разделение функций, подобное тому, какое было в дальнейшем в еврейском народе между двумя коленами Исахар и Звулун. Колено Звулун занималось морской торговлей, довольно прибыльным делом, а колено Исахар, наоборот, сидело дома, не занималось никаким бизнесом и занималось исключительно созданием духовных ценностей. Но поскольку создателям духовных ценностей тоже нужно чем-то питаться, им тоже нужны материальные условия, то как раз колено Звулун, те самые морские торговцы, состоятельные и богатые, они и содержали своих братьев из колена Исахар. Нечто подобного рода, говорит ряд комментаторов, Ицхак хотел достичь внутри своей семьи, а именно, чтобы Эйсав, человек поля, чтобы он занимался достижением материального благосостояния и поддерживал существование своего брата, Исахар, а Якову никакого материального доставления не нужно, он должен заниматься исключительно духовными ценностями, ему тоже нужно будет есть, Исав его накормит. Так это будет идеально. Другое дело, можно ли было действительно достигнуть с человеком, как Исав, подобного рода идеального устройства? Это уже вопрос другой, а именно, насколько реально Ицхак оценивал отношения между его сыновьями, насколько реально Ицхак оценивал, кто такой Эйсав, насколько реально он понимал, что представляет собой его сын Эйсав. И это будет центральным вопросом следующего урока. А именно, знал ли Ицхак, что его сын не самый большой праведник на свете или он был введен им в заблуждение? Вокруг этого вопроса можно будет выстроить и все остальные комментарии. «Серезый выбор! Субтитры сделал DimaTorzok